это программа дачники на бакан 24 мы рады приветствовать вас дорогие наши друзья и сегодня мы с нашим главным любимым агрономом юлия романов нингуловой находимся в гостях у прекрасных людей в личном подсобном хозяйстве марины и егора кауровых добрый день здравствуйте здравствуйте если бы камера могла передать то благоухание которое чувствую даже своим заложенным немного носом но надеюсь ту красоту которая за нашей спиной мы вам передадим и покажем то вот это было бы великолепно юля это же масштабный труд это очень масштабный труд но так как мы уже знакомы с этой семьей которые трудяшки я бы сказала которая также поставляет не только вот это великолепие к 8 марта по к праздникам но также еще поставляет рассаду мы уже снимали здесь поэтому я восхищаюсь этим вот этим людям просто столько энергии сил и конечно у меня самые главные вопросы какого агронома и это не только у меня возникает также у наших зрителей выгонка это же не просто так когда захотел посадил и какой-то сорт нужно выбрать вообще по срокам вот чем вы можете поделиться этими тайными секретами чтобы люди может сами смогли к 8 марта бабушки маме подруги сами к 8 марта так выгнать можно ли марина и егор создать подобную красоту ну пускай не в таких масштабах но с меньше но своими руками ну конечно можно если постараться в тюльпане важно соблюдать четко технологию тюльпан не прощает ошибок поэтому вода свет воздух чистый и нужная температура и конечно все получится ну вот давайте коснемся сорта они разные бывают во первых по видам они бывают разные да там триумф какие-то специальные для выгонки бокал там чтобы был побольше ли там вы даже попугайчатые есть я знаю да тоже для выгонки используются да конечно потому что у них же цветоносы всех у кого короче есть определенные а высота стебля подгоняется охлаждением это специальная технология нужно хранить при правильной температуре и играть неделями и температурой это все можно сделать по сортам до до триумфа в основном у нас мы ориентируемся на покупателей расцветки важны предпочтение люди многим сортам отдают и мы каждый год пробуем что-то новенькое не всегда это удачно но пробовать надо вообще известно да что луковичный тюльпанов приобретают с осени кто-то высаживает в сад именно с осени потому что необходимая температура низкие температуры чтобы прошел процесс стратификации как вы поступаете приобретаете осенью где вы храните там же нужно у нас есть как бы не первый год уже занимаемся этим есть холодильное помещение выставляем там температуру соответственно его туда весь складируем вставляем соответствующую температуру и постепенно начинаем снижаться где-то 17 градусов и это конечно 5 градусов холодильник опять же у каждого сорта свои недели охлаждения а вот это уже высчитано проверено давно не нами и соответствии с ортом мы заносим на охлаждение сортам ну примерно сколько в холодильных вот этих условиях проходит недель есть 18 недель есть 8 недель а вот даже такой разбег даже такой разбег а температура как вы добиваете что пошел в рост опять же перед посадкой здесь теплицы опускаем температуру до плюс пяти выдерживаем строго это нам помогает проточная вентиляция тоже оборудование специально все и при этих условиях при плюс пяти про проходит посадка посадки я смотрю вас ящики это тоже включается вот посадка и укоренение тоже включается в период охлаждения все и потом в январе уже начинается выгонка тоже какие-то сорта которые надо пораньше мы их начинаем там температуру холодильники поднимать чтобы они уже там начали прорастать уже подрастать они в ящиках вас там да вот которые в ящиках в пользу и сорта до таких больших ящиках основная масса здесь уже посажена в опилках вот в этих стеллажах и там поднимаем температуру немножко пораньше начинаем поднимать здесь температуру выносим те сорта выставляем на места так ну смотрите я вижу что густая такая прям посадка вот сколько вот такой ящичек вот у вас уходит и все ли они прорастают все зависит от размера лука от луковицы да да диаметр важен конечно конечно это влияет на размер бутона луковицу 12 плюс мы выращиваем крупная луковица она даст хороший цветонос и до крепкий красивый крупный бутон и 12 плюс мы выращиваем в такой ящика в среднем 80 90 луковиц входит это опилки это опилки да есть технология гидропоники мы пока к ней не готовы и выращиваем на опилках но вот опилки смотрите опилки тоже имеют такое свойство это не свежие пилки у вас да конечно уже перепревшие потому что если свежие опилки мы будем использовать то он забирает очень много азота с самой вот этой луковицы что пойдет плохо в рост но вот проблема еще какая случается у луковичных особенно тут тюльпанов это вредитель трипс сталкивались ли вы или вы обработки проводите там заболевания также есть на что луковицы мы получаем из голландии из голландии голландские вот эти тюльпаны также можно завести но неприятные болячки так сказать гнили на луковица вы обрабатываете перед посадкой да мы обрабатываем фунгицидами она трипса для тюльпана не мешает но трипс приезжает всегда да вот поэтому я говорю что чревато чем когда большое нашествие этого трипса бывает цветонос не может выйти не сталкивали не сталкивались потом все это ощущаем рассаде трипсы все эти туманно образовать и да 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 обрабатываете но все равно обработка это только конечно профилактические обработки это обязательно это просто если вы не занимаетесь масштабами вот такими как бы обращаюсь к дачникам в любой посадочный материал обязательно нужно обрабатывать есть такой препарат максим например это от заболеваний командор от вредителей марина вы выбираете цветовую гамму а да на что ориентируетесь на то как растет сорт во первых это важный показатель мне нужно чтобы он у него была высота размер бутона соответствующий потому что есть действительно низкий их не вытянешь вот они у какие сорта те которые нам удобны мы выращиваем под наши условия за те годы сколько вы занимаетесь 9 лет может быть какие-то любимчики появились да конечно вот наверху это крупный тюльпан мы его любим наши клиенты любят его капризный но мы с ним справляемся но и фаворита на рынке желтый как не крути желтый тюльпаны как всем известный желтый тюльпан и самый любимый остается у людей же все равно предпочтение как бы что мода меняется да ну как вы говорите фаворит желтые тюльпаны а вот что-то такое необычное вот я просто когда вот в осенний период поставки приходят тюльпанов есть черные тюльпаны синие вот у вас прям такие насыщенные вот были черные тюльпаны и как не внюю по крайней мере у нас сайногорске они оказались не востребованы они стали они стали продаваться только после того как кончились все остальные а понятно салоны берут одни расцветки светлые любят салоны пьяновидные вы тоже выращиваете просто смотрю что они все как бы еще некоторые закрыты вот желтые только раскрываются это тяжелый труд это день-ночь наверно здесь находитесь идет основная посадка и срезка остальное межсезонье здесь полив полив как бы еще сделали капельные с этим более заметила до капельный поле ходим только краны перекрываем первый год это такое до этого тоже как сошла на шланга поливали капельный полив это да это прям верное средство вообще в любых не только выращивание цветочных культур также и овощных культур это очень это во первых на затраты минимизирует и свободного времени очень много добавляется это точно получается у нас самозагруженность посадка во время отсадится и срез во время его снять остальное время как бы поддержка температуры полив она много но у вас я знаю здесь автоматизировано умная бы я сказала теплица даже далеко но все равно вы молодцы да поэтому верном направлении идете это радует что наши жители хакайсии что трудности никаких не боятся и все на верном пути вы молодцы вопрос так как сейчас мы срезаем это все до луковицы сами куда у нас уходят срезается и выкидывается потому что ну конечно жалко но ее можно доращивать но не всегда выходит даже из детки что-то путное у нас садоводы берут пробуют у кого-то прям получается неплохо но маленький объем когда выращивали и жена тоже как бы сохранена да осени да вот мы оставляли в ящиках как есть в опилках спускали в пардвал там на сырость в принципе она сохранялась да и за из-за не очень даже очень дешево мы ее потом давали объявление как были с вами приезжали что-то развозили доставку делали вот занимались этим а сейчас объем большой нужно здесь тоже быстро место освобождать там это то есть нам проще и выкинуть это же мы ее искусственно выгнали после того чтобы ее использовать это на три года и восстановиться продают вот весенний период как раз 8 марта праздники в магазинах да вот эти гиацинты либо с луковицы этот тюльпан и многие приходят ко мне за консультацией как его сохранить я говорю можно есть вероятность но она минимальна да поэтому если есть время то период можно и конечно кто в маленьких объемах тем интересно чем-то заняться попробовать но у нас я говорю уже ориентирована немножко на другое и поэтому нам проще и выкинуть вот потом у вас период отдыха какой-то наступает марина вот его слитью пану да ну потому что я знаю потом у вас должна организоваться работа по посеву у нас сейчас она должна уже организовываться но мы немножко припаздываем в этом году год немножко такой сложно получился сюда отдыха нет конечно не будет отдыха отдыха не будет так как у нас есть материнское растение это вот луковица так как бы сил должно хватить на вот эту вегетативную массу а на цветение хватает или вы что-то используете какие-то стимуляторы чтобы все в раз и зацвели там удобрения нет цветение мы регулируем подгоняем к одному сроку периодом охлаждения никакой температуры до никаких удобрений мы не используем только чистая вода и несколько подкормок кальциевой селитры но это тоже не для того чтобы там все быстрее там или крупнее нет существует такая болезнь как топпинг тюльпана и он на стадии цветения может просто упасть потому что кальций плохо поступает по тканям по стеблю и чтобы во избежание вот этого чтобы не потерять всю выгонку мы проходимся кальциевой селитрой да потому что кальций это не только для тюльпанов это также для вообще для всех растений подкормка на ранней стадии очень хороша как бы и наращивать хорошую корневую систему и кальций это состав клеточной стенки чем крепче как кальций для людей кости до крепкие все здоровые так и для растений это каркас хороший крепкий поэтому ни одна болячка не проникает все верно марина и гордать пожалуйста практический совет вот я который год до романов на курсе я все пыжусь и пытаюсь посадить у себя тюльпаны конечно не такие прекрасные как у вас но тем не менее замечательных расцветок и каждый год я расстраиваюсь практически до слез потому что ничего не получается говорят что допустим свекла не любит какую-то определенную руку да и сеют другие люди тюльпаны я поняла что они капризные цветы его уже об этом говорили может быть они тоже особенности рук не переносят каких-то почему что делали вроде все делаю вот под руководством юлия романова наши не получается ежегодно в чем может быть они не выходят не выходят наружу на мороженой потом проверяйте глубоко наверно в ящички рассаживаю специально я советую для луковичного как раз глубоко не уходили почва супещаная получается возможно вымокание у вас может весной у вас там долго сходит вода после снега они получаются вообще не вне мои цветы в такие места садить вообще многолетние растения у нас надо садить такие места где весной быстро всходит влага нету намерзания потому что снег тает намерзает долго держится вот у нас основная масса растений многолетних пропадают по этой причине не потому что там зимы холодные а потому что весной вот это вот вымораживание идет хорошо смотрите тогда иду еще один годный за не ударь вернуйте посадить но более солнечная сторона чтобы не было там приемка что там вода влага собирается талые воды там что это замерзает где-то на солнечке на сухом месте просто на солнечном смотрите егор марина посажу если что приедет и вам букетом компенсирует спасибо вообще сколько недель мы говорили 8 и 18 недель это от сходов до цветения или это только период покоя это период охлаждения период покоя когда луковица если она посаженная она укореняется если она не посажены она спит и охлаждается это обязательный период для разных сортов они разные вот смотрите 8 марта на носу так сказать когда мне надо было совершить посадку в горшочек убрать помещение холодное либо в холодильник поставить а потом из холодильника достать чтобы к 8 марта у меня было вот это великолепие горшочки ориентировочно вам нужно было посадить с октября по декабрь и вынести в тепло на выгонку поднять температуру примерно с 5 января до 21 февраля в этот период там в зависимости от сорта от сорта но все равно вы какие-то рекомендуете определенные названия может но вот вы говорите триумф но это потому что нравится может людям до большой бокал вот когда приобретаем и луковичные но не в таких объемах как вы а вот специализированном центре там по упаковка 5 штук написано триумф но не написано не прописано сколько у него вегетационный период это нужно самому как бы уже дальше развивать так сказать гуглить да и существуют таблицы с периодами охлаждения с тепличными периодами они в интернете в доступе можно если искать их то можно найти конечно и уже сравнивать с таблицы подходит вам это нет марина егор часто приходилось расстраиваться вы же сказали что вы экспериментируете до слез доходила марина очень часто я благодарна своему мужу он поддерживает все мои идеи иногда и очень дурацкие но он хорошо и я только бегу и подкидываю ну и гордор мы как мужчина действительно поддержит а сами то тоже переживаете наверняка ну конечно это помимо помимо того что это как бы заработок здесь но это больше чем заработок потому что здесь как бы вложено все время и душа и давно все здесь вложено в это сама идея затея все это построить довести до такого состояния конечно хотелось бы больше немножко не хватает рук но я думаю доведу а чья была первая как раз идея построить и заняться тюльпанами кто принес ее в семью у нее подруга появилась они пиши мы болтались подруга по телефону искали чем бы заняться уже были теплицы с рассадой и что-то еще нам хотелось и при очередном разговоре нас как-то совместно с ней получилось и мы может попробуем попробуем и мы в три дня заказали первые луковицы и я супругу 2015 год супругу сказал оплати пожалуйста ну что это луковицы тюльпанов а куда мы выращивать будем и он за два месяца ты построил помещение до за два месяца мне построил теплое капитальное помещение где проходила первая наша выгонка мы тогда не думали что мы дорастем таких объемов каких объемов начинали полторы тысячи а сейчас примерно более ста на самом деле сами своим трудом не хочется никогда бросить марина все равно ручной кропотливый действительно труд и глаза устануты руки постолька луковиц за день высаживать вы говорили по 5000 нет это моя работа и мне она нравится да мы все устаем и семья моя устает но нет не брошу поменять на что-то тюльпаны согласитесь на какую-то на разновидность роз и ирисов добавить что-то можно ассортименту добавить любились навсегда культуру ну да ну просто мы очень много об этом знаем уже и знание самое дорогое ну и куда их их же не выкинешь их надо куда-то деть так вот еще и занимаются люди гортензиями до гортензия новое направление крупнолистная мы его пробуем щупаем можно так сказать и зимует крупнолист на нас не зимует горшечная горшечная это большие шапки огромнейших цветов они того стоят в прошлом году у нас много получается в перспективе лет так ну не знаю через пять приехав к вам с юлей романовной мы наверное нарвемся уже на какие-то тропические растения тропические то нет но что-нибудь будет почему нет вот видите уже почему я бы хотела попробовать комнатные растения в них я пока ничего не понимаю но это же все можно изучить учимся мы быстро схватываем на лету это прекрасно главное уже опыт у вас есть начало положено и поэтому тут все впереди я думаю когда последние будут срезаны вот эти вот стараемся чтобы 3 числа потому что нам уже отдавать их люди марта до 3 числа уже все стояло в холодильнике на хранении а не грустно заходить потом в пустую теплицу а егор дарит на 8 марта тюльпаны и вот эта теплица из их разноцветиям уже подарок от супруга нет супруг спрашивает какие цветы мне подарить потому что тюльпанов у меня много я им всегда его прошу подарить мне еды ну да пока срезка идет напряжно иногда даже просто не хочешь устаешь настолько что просто пришел уснул встал пошел здесь на ходу чай с конфеткой дальше работать центр садоводства как всегда с пустыми руками не приезжает снова я вам дарю подарок про прошлый подарок вы мне можете что-то сказать я пока ли его надо мы испытывали но все результаты у меня записано есть к сожалению да не могу ответить пока на ваш вопрос ладно я обязательно вам передам информация о своих наблюдениях обязательно так как ну вот мы про луковичные сейчас кстати поступление огромное количество не только этих корневищ георгины в общем их тоже нужно обрабатывать есть такой препарат максим ну вот так как у вас я увидела капельный полив а у нас вода везде жесткая жесткая вода не дает усваиваться очень многим микроэлементам поэтому добавляя в воду пекацит он смягчает воду там всего лишь несколько граммовку нужно один-два грамма воду уже вода становится мягкой и так как еще содержит фосфор и калий это уникальное удобрение соль мертвого моря основа везде монокалий фосфат ну твоим этих удобрениях аминомакс антистресс это вот все благоухало и росло это вот как раз вы при выращивание рассады у вас как раз время вот подходит для того чтобы хорошо наращивалась корневая система это стимок старт это качество новые препараты да это новые препараты да это конечно для дачников для лпх но есть так как вы занимаетесь большим объемом можно не маленькую пачечку как бы да а литражом брать для кфх существует и стимок универсал это все путем опрыскивания это биологическое ну и внутри вам плюс это профессиональное удобрение защита защита от болезней питает 30 дней так что можете использовать на цветах за что вас люблю всегда вы с подарочками а мы вас любим за то что с ними руками не ходят что вы нас приглашаете но я вот желаю чтобы вы правда испробовали потому что испробовано уже многими людьми крестьянские фермерские хозяйства они понимают что не надо вкладывать много в удобрения где однократное опрыскивание всего лишь один раз уже питает и защищает там уникальные формулы фертиванта который все питательные вещества проникают через лист и доставляется в ту точку где не хватает например кальция или фосфора а здесь вся таблица менделеева спасибо марина егор благодарим вас за возможность побывать в гостях посмотреть на ваш кропотливый труд оценить объемы масштабы но я уверена мы женщины 8 марта скажем спасибо и вам в том числе за ту красоту которые 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 вы создаете но и за те эмоции которые получат женщины когда им мужья любимые друзья подарят ваши красивые тюльпаны спасибо вам спасибо нашим клиентам которые выбирают наш цветок мы вам очень благодарны в свое время и сейчас тоже вы нас поддерживаете поэтому динамично развиваемся и ничто нас не остановит ну что друзья на этом упрощаемся наша передача дачники подошла к концу обещаем к марине с егором заглядывать приезжать проверять на наличие новинок точно будем всего доброго